И вот давай мы с тобой поговорим сейчас в второй части о непогрешимости Писания и посмотрим наше следующее видео. Алиночка, пожалуйста. Итак, давайте поговорим на другую тему о безошибочности. Вы утверждаете, что в апологетике не обязательно отстаивать библейскую непогрешимость. Многие считают, что вы сами не верите в непогрешимость Библии. Другие же утверждают, что такой подход может привести людей ко Христу, но этот подход не сделает из них хороших учеников. Что вы скажете об этом? Что ж, я думаю, все зависит от того, как вы определяете библейскую непогрешимость. До этого я цитировал 2 Тимофею 3.16, где сказано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения и для обличения. И поэтому я понимаю доктрину о библейской непогрешимости в том смысле, что Библия является правдивой во всем, чему она учит. Ну вот, мы посмотрели еще один отрывок, и то же самое будем обсуждать мысли, которые выразил вот этот апологет по фамилии Крейг в беседе на одном из YouTube-каналов, подкастов. Давай, Володя, обсудим определение библейской непогрешимости. Да, давайте обсудим. Это важный вопрос. Я бы так сказал, что это один из фундаментальных доктрин, одна из фундаментальных доктрин христианской веры. И если можно, первый слайд. Вот на нем я выделил то, что говорит Крейг, и чтобы мы обратили внимание на некоторые вещи. Он говорит, что все зависит от того, как вы определяете библейскую безошибочность. Когда у него спросили, верит ли он в безошибочность или нет. И он говорит, что Библия является правдивой во всем, чему она учит. И дело в том, что среднестатистический человек мог бы сказать, я согласен. И я тоже согласен с этим. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, да, как говорят вроде. Так вот, эти детали очень важны. И мы с вами рассмотрим сейчас, что означает безошибочность. Мы поговорим с вами о том, что говорит Крейг. Затем мы поговорим о том, что такое библейская безошибочность. И на самом деле вы увидите, что то, что говорит Крейг, это не безошибочность. И это не библейская безошибочность вовсе. Хотя он говорит, что Библия является правдивой во всем, чему она учит. И он скажет, да, я верю в безошибочность. Но на самом деле он не верит безошибочно. И вот здесь меня это беспокоит, когда этим занимаются в основном богословы. Вот обычно человек такое делать не будет, но богословы начинают играть словами так, значением слов и так далее, и так далее, с разных сторон, что вы никогда бы не думали, что такое кто-то будет делать. Но, к сожалению, среди богословов есть вот такие тенденции, и в этом есть свои опасности. Когда мы слушаем некоторых людей, мы можем неправильно понять, что они говорят, и воспринять их взгляд, сами того не понимая, или какие-то предпосылки, не замечая предпосылки, которые есть в их определениях, в их словах. Может быть, эта часть будет немножко сложная, я не знаю, я думал о том, как мне правильно расставить слайды, так, чтобы у зрителя правильное впечатление сложилась и логическая цепочка. Поэтому я постараюсь разъяснить вот эту разницу между тем, что говорит Крейг, и тем, что является на самом деле библейской доктриной о безошибочности. Вот на следующем слайде, это слайд из моего семинара о библейской апологетике, где я говорю о том, что взгляды Крейга не являются библейскими. Мне тоже я привожу некоторые примеры из его интервью. Он был на Нью-Йорк Таймс, и вот что говорит Кристоф с Нью-Йорк Таймс, у него спрашивают, как вы объясните многочисленные противоречия в Новом Завете? Например, Матфей говорит, что Иуда удавился, а в Деяниях апостолов написано, что у него расселось с чрева его. Они не могут одновременно быть правы, так зачем настаивать на безошибочности писания? Крейг говорит, а я не настаиваю на безошибочности писания. То есть очень странный ответ, в свете того, что он говорит, что он верит в безошибочность писания, но в то же самое время не собирается ее защищать. Подобные вещи можно увидеть на его дебатах, например, на дебатах с Шабиром Али, он вообще ее выбрасывал, эту безошибочность. Когда Шабир Али ему приводил примеры противоречия, он говорит, а я не собираюсь защищать безошибочность, это не важно. Главное воскресение Христа, но мы еще коснемся этого вопроса. Давайте разберемся с тем, что говорит Крейг, что он имеет в виду. Итак, на следующем слайде я привожу цитату из того, что он говорит о библейской безошибочности. Итак, он говорит. Он говорит, что отвергает утверждение, что в Писании есть ошибки. Если можно, дальше он продолжает. На следующем слайде речь идет, вот он говорит. Одним из таких примеров является вопиющее, но полезное для нашей иллюстрации описание, в котором Иисус сравнивает Царство Божие с горчичным зерном. И дальше он говорит об этом, этот фрагмент, где Христос говорит о Царстве Божьем и сравнивает его с ним. Если можно, следующий слайд. Дальше он говорит. «Нет сомнения в том, что Иисус не учит здесь ботаники». То есть вот в этом примере. Он учит природе Царства Божьего, находящегося в нем. Следовательно, несмотря на то, что горчичное зерно не является самым малым из всех зерен, никто в здравом умении не считает учение Христа ложным. То есть что он говорит? Во-первых, естественно, как понимать вот эту фразу Христа о горчичном зерне? Можно по-разному понимать это. С одной стороны, мы можем говорить о том, что Христос... Причем мы коснемся еще этого. Но давайте посмотрим трактовку Фрейга и что он имеет в виду здесь. То есть он говорит, что утверждение Христа о том, что зерно является самым малым в мире, вот это зерно. То есть он, естественно, говорит, что самое малое в мире. Он прочитает текст, потому что это самое малое в мире зерно. И он говорит, что это все равно не ошибка, потому что Христос не учит этим вещам. То есть потому что он не учит ботаники, он учит Царству Божьему. Поэтому в процессе того, как Христос учит Царству Божьему, и в процессе этого он делает заявление, которое на самом деле не соответствует действительности, он все равно не считает это ошибкой. То есть он считает, что это второстепенные неважные вещи, которые, в принципе, вовсе не важны. Поэтому его понятие безошибочность еще называют ограниченная безошибочность. Ну, это так сказать, ограниченная безошибочность, я считаю, это как то, что черное солнце, да, или что-нибудь подобное. То есть либо все, есть текст описания безошибочные, либо оно просто не все безошибочно. И он говорит здесь, что как бы в процессе учения какому-то вопросу Христос может делать заявление, которое не соответствует действительности, но он не учит им. Пример, который можно было бы здесь привести, следующий. Представьте гипотетические случаи, я нахожусь на планете какой-нибудь там, на планете, которой все люди верят в плоскую Землю. Все планеты наполнены плоскоземельцами. Я знаю, что Земля круглая, и на самом деле она круглая, но они все думают, что она плоская. И я вот прихожу им и говорю, что Господь, Любовь Господа настолько же сильна, как и плоская Земля, стоящая там на пятах. И как вот плоская, как истина, что как то, что плоская Земля истина, так и любовь Божья к вам сильна, то я учу не тому, что Земля плоская. Я учу тому, что, как сказал бы Крейг, я учу тому, что Бог вас любит. То есть я делаю заявление, которое не соответствует действительности, но он скажет нам, что в действительности это не ошибка. То есть вот когда он говорит о безошибочности, его безошибочность ограничивается тем, чему учит Писание, или другим словом, чему автор хотел нас научить. Вот это главные мысли. И если можно, следующий слайд, и на следующем слайде вот Крейг как раз подводит итог этому всему. Он говорит, таким образом, феномен Писания требует от нас определения библейской безошибочности в терминах библейской истинности всего того, чему она нас учит. И мы индуктивно обнаруживаем, чему учит Писание, изучая его. Это изучение открывает нам, что различные научно-исторические факты и так далее могут не принадлежать доктринальным истинам Писания. Это значит, что мы можем говорить о том, что Писание может учить библейским духовным истинам, и это является доктринальной истиной Писания, которая безошибочной. Но вместе с тем могут быть вещи, которые не являются верными, которые, например, научно неверные, но Библия, они не являются частью доктринальной истины. И таким образом Крейг все равно скажет, что Писание безошибочно. Но мы-то понимаем, что на самом деле это не совсем так, потому что в нем есть ошибки, какое же оно безошибочное. Но если вы начинаете упрощать или вот таким вот образом сужать понятия, то я думаю, что это вводит людей в заблуждение. Вы говорите людям что-то, что на самом деле среднестатистический христианин никогда бы не подумал, и ему в голову такое бы не пришло вот так вот отделять и вот так вот крутить, вертеть вот этими терминами. Но это то, что делает Крейг, это то, что делают очень многие богословы. И вот этот взгляд очень популярный сегодня среди богословов университета христианских. Если можно, следующий слайд. Вот на следующем слайде я представил такой как бы силогизм, который определяет, помогает нам понять, каким образом мы приходим безошибочность. То есть, да, какое основание? Если Библия является Словом Божьим, а мы знаем, что Библия учит тому, что оно является Словом Божьим, в таком случае, и мы знаем, что Бог не может говорить неправду, потому что Бог не может ошибаться, Бог не может лгать, и Библия Словом Божьим, из этого следует, что Библия не может говорить неправду или ошибаться. Таким образом, если вы хотите не согласиться с третьим, сказать, что Библия может говорить неправду, тогда либо Библия не Слово Божье, либо Бог может ошибаться. Вот, то есть, ну, оба определения, оба вопроса или оба утверждения, ну, несостоятельны. Вот, либо вы можете сказать, что на самом деле Библия Слово Божье, но не вся Библия, а только часть, которая, где автор намеревает учиться над чему-то, намеревает нас научить чему-то. Вот это безошибочно, остальное нет. И, в принципе, это то, что делает Крейг. И, если можно, следующий слайд. Вот, недавно вышел вестник ЦАИ, вот, и у них вот хорошая статья вышла. В общем-то, там полностью весь номер был посвящен безошибочности Библии. И, хотя мы знаем, что ЦАИ — это лютеране, насколько я знаю, и мы с ними категорически не совместимся во многих серьезнейших вопросах, но вот этот вестник, вот этот выпуск я бы советовал прочитать каждому христианину. То, что здесь написано, это то, что нужно знать каждому. И вот та точность, которую выражается автором, это Норман Гайслер, они перевели статью Нормана Гайслера, это с сайта defendinginerancy.org, кажется, точка орг, кажется, не помню, или точка ком, или точка орг. И вот то, что пишет Норман Гайслер, если можно, на следующем сайте переключите, пожалуйста. Тут возникает вопрос еще вот в чем. Не только ограничивается или изменяется понятие вообще того, чем является Писание, да, то есть Писание — это каждое слово, записанное в Библии, да, ну, скажем так, в текстах оригиналов, а еще и вопрос в том, чем является истина. Потому что они эквивоцируют, вот здесь, понятие истина, подменяет истину, одну истину на другую. Мы сейчас с вами рассмотрим это. Это интересно, может быть, будет немножко сложно, но вы поразмышляйте, и вы поймете, что вот именно это происходит. Вот пишет Гайслер, «Со времен Аристотеля, это в этом вестнике, со времен Аристотеля под истиной понимали то, что соответствует действительности». Ну, логично, правда? То есть мы с вами все говорим, да, истина — это то, что правда, правдиво, то, что соответствует действительности. Иначе говоря, любое утверждение — истина, если оно соответствует действительности и важно, если не соответствует. мы все согласны но невозможно представить себе понимание истины которая бы не опиралась прямо или косвенно на корреспондентную теорию для того чтобы считать нечто истинный наш кум должен соотнести его с реальным положением вещей в мире корреспондентная теория этого то что сейчас я прочитал когда что-то соотносится с реальным положением вещей в мире вот я нахожусь сейчас вот в комнате на по такому-то адресу это вот соответствие с этой корреспондентной теории это является истиной то есть она соответствует реальному положению вещей в мире эта идея лежит в основе учения о полной или абсолютной без безошибочности библии и если можно следующий слайд смотрите что говорит крэйк крэйк говорит что защитники безошибочности утверждает что библия является авторитетной и безошибочной во всем том чему она учит или в том что намеревается заявить это поднимает огромный вопрос о том чему конкретно авторы намереваются учить и с чем именно согласиться вот это совершенно неверно то что он говорит потому что никто не говорит что библия безошибочно в том чему намеревается авторы учить она безошибочно в том что чему он учит и в том что он говорит в том что он утверждает причем естественно мы не говорим сейчас о таких вещах как например автор записал как кто-то обманывал это не значит что библия ошибается и вот те кто приспечники вот такого безошибочности с ошибками они вот то что они будут делать они будут пытаться размыть его здесь границу и они будут пытаться сказать нам что на самом деле вот вот смотрите видите библия может включать себе гиперболу библия может включать себе вот еще какие-то литературные элементы но все эти литературные элементы не включают не должны включать себе ошибку потому что есть литературные жанры которые по определению включают себе ошибку и вот здесь вот если вы научитесь отделять вот вот эту тонкую грань видеть где то что человек говорит является безошибочным а где нет то тогда вы сможете быстро и легко определить верит ли на самом деле этот человек безошибочность или нет и но обычно это речь идет о богословах потому что среднестатистический христианин он либо верит безошибочность либо не верит вот но и вот здесь он говорит это поднимает огромный вопрос о том чему конкретно авторы намереваются учить именно мы поговорим об этом потому что у нас нет объективного основания мы не знаем тогда что намеревался сказать автор потому что можно по-разному прочитать можно с разным акцентом прочитать и уже будет разное намерение таким образом вы можете любую фактически ошибку в тексте обойти сказать что это просто у автора другое намерение было если можно следующий слайд тоже гайслер пишет если намерение автора то как бы то что к нам фактически комментирует то что говорит крейк а если намерение автора единственное чем определяется истина тогда авторитетности обладает только намерение автора то есть да то есть не то что написано в тексте когда мы можем определить что вот это слово означает то, в то-то время, оно означало то и то, а что намеревался автор научить, то в принципе только намерение автора является безошибочным и обладает авторитетностью. И это открывает дверь для субъективных донадок и ссылок на небиблейские источники как авторитетные инструменты толкования текста. То есть это открывает коробку Пандоры. Мы теперь ничего знать не можем, мы никак объективно не можем знать, потому что есть масса способов подстроить текст и сказать, что автор намеревался сказать это или не то, или автор не совсем другой намеревался сказать. Пример такой еще, где Христос цитирует, например, Бытие, и он говорит, что не помните ли вы, что мужчину и женщину сотворил их Господь, когда он говорил с фарисеями о браке и о разводе. Так вот, можно сказать, и к такому подходят некоторые либеральные богословы, которые отказываются принять то, что Христос говорил, что вначале только мужчину и женщину сотворил. Они говорят, что намеревался Христос сказать здесь, что он говорил о браке, а не о том, что он создал мужчину и женщину. То есть они смещают акценты и говорят, что Христос вообще этому не учит. Вот нечто подобное происходит и с тем, что говорит Крейг. И если можно, следующий слайд. Многие сторонники ограниченной безошибочности, то есть то, что фактически исповедует Крейг, в своих взглядах опираются на интенциональную теорию истины, в соответствии с которой утверждение истины, если она достигает цели, поставленной автором, и ложно, если не достигает. Может показаться, что такой подход позволяет назвать истинным утверждением, которое в действительности ложно, если оно было сделано с правильным намерением. То есть это то, что я говорил, и то, что в принципе утверждал Крейг, что истина будет не то, что утверждал автор, а то, что он намеревался сказать. То есть если вы это так сводите к вот такому вопросу, то вы можете иметь в тексте ошибки, научные неточности, исторические неточности, и текст все равно будет безошибочным. То есть это очень опасно. И можно, если можно дальше, в следующем слайде. Если некая маловажная часть Библии не соответствует действительности, как утверждают сторонники идеи ограниченной безошибочности, эта часть текста не может быть словом Божьим, поскольку Бог не может ошибаться. Помните, мы говорили в силлогизм, что Библия вскоре Бога, Бог не способен ошибаться, значит Библия не способна ошибаться. В таком случае мы говорим, что в Библии есть как бы безошибочная, вдохновленная Библия и невдохновленная часть Писания. Это то, к чему мы приходим. Таким образом, сторонник идеи ограниченной безошибочности отрицает, что некоторая часть библейского текста — слово Божье. Если же какие-то части Библии не являются Божьим словом, у нас нет гарантированного надежного способа определить, о каких именно частях Писания идет речь. То есть возникает хаос и проблема, и тогда авторитетом уже является не Писание, а человек, читающий Писание, который сам определяет, что является частью Писания безошибочной, а что нет, потому что он выбирает, что имел в виду автор и что хотел донести в виду, донести автор. Если можно, следующий слайд. Христос сказал, не может нарушиться Писание. Ни фрагменты Писания, ни кусочки Писания, ни часть Писания, а все Писание. И он говорил, что это Слово Божье, разве вы не читали это Слово Божье? Он называл Ветхий Завет Словом Бога, и он цитировал его. И через тысячи лет, после того, как оно было написано, он требовал от евреев, от фарисеев понимание этого. То есть они могли... Это значит, что Писание сохранилось, предполагается, что оно сохранилось, что оно сохранилось без ошибок, и они могли его понимать. То есть, опять же, если мы говорим о том, что говорил Христос, о том, какие взгляды были Христа, то Христос воспринимал Писание как абсолютно безошибочное. Соответственно, и Новый Завет является частью Писания, и те же самые критерии, те же самые качества относятся и к Новому Завету. Если можно, следующий слайд. Вот здесь мы... Немножко я затрону чикагское заявление о природе непогрешимости. Очень важное заявление. И вот что происходило, это, по-моему, было 1978 год, если я не ошибаюсь, когда группа богословов, более 200 богословов, собралась вместе, и они написали тезисы, которые определяли бы библейскую безошибочность. Ну, можно кто-то сказать, что раньше не было таких тезисов. Дело в том, что раньше не было такой нужды, потому что вся церковь исторически всегда верила в безошибочность. Но не было таких нападков на безошибочность Библии, как сегодня в современном мире. Поэтому возникла нужда углубить и уточнить эту доктрину для того, чтобы избежать... для того, чтобы разделить истину от лжи. Для того, чтобы либеральные богословы, такие как Крейг или как другие, чтобы они не могли сказать, а мы тоже верим безошибочность. Потому что тогда мы могли бы взять вот эти тезисы и пройти с ними и сказать им, нет, 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 вы его здесь не верите, не обманывайте. Потому что очень многие из них просто эквивоцируют. Они просто подписывают какие-то вещи, идут работать в университеты, подписывают какие-то документы. И когда они читают, допустим, слова, которые написаны, они их интерпретируют по-своему. Так вот, цель чикагского заявления о непогрешимости, одна из целей была в том, чтобы избавиться от этого, чтобы не дать возможности дьяволу через вот таких вот либеральных богословов проникнуть в церковь и внутри внести хаос. Когда они начинают говорить о безошибочности, в которые включают в себя ошибки. Вот это одна из целей было того, что они делали. Итак, если можно, следующий слайд. Вот статья 11. Я привожу пример. И они пишут, что «Мы утверждаем, что Писание, будучи боговдохновенным, непогрешимо так, что отнюдь не вводя нас в заблуждение, оно правдиво и надежно во всех вопросах, которых касается». То есть оно, всего, чего оно касается, оно непогрешимо. И вот то, что Крейг говорил о том, что только тот, чему намеревался автор учить, вот это заявление, оно противоречит ему. Потому что, по-моему, 12-я статья, одна из статьи, там очень четко, ясно написано, что каждое слово является непогрешимым. В оригиналах, естественно, то есть они говорят, мы отвергаем, что перевод может быть непогрешимым, но сами оригиналы были абсолютно непогрешимыми, и мы можем, естественно, иметь это, то есть Бог сохранил и все остальное. Но очень важно, что каждое слово, то есть другим словом, каждое утверждение, соответственно, будет непогрешимым. Нельзя сказать, что Христос ошибался, когда говорил о малом семени, что горчиснее зерно самое малое, но это не часть доктринального учения, поэтому Библия безошибочна, но в ней есть все-таки ошибки. Я вот как раз хотел бы сейчас вернуться еще раз насчет вот этого зерна. Есть масса ответов, которые предлагают сегодня те, кто говорит о безошибочности. Вот, например, если мы с вами идем по лесу или по роще, и вот, допустим, мы с Дмитрием будем идти, и вот Дмитрий мне говорит, вот смотри, вот это дерево, там показывает дуб какой-то, там это такое-то дерево, там вот то вот, вот это ива, а вот это дерево такое. И дальше он идет и говорит, а вот это дерево самое высокое. Он говорит, что оно самое высокое в мире, или он говорит, что оно самое высокое в контексте нашего разговора, то есть в контексте вот этого леса, в котором мы находимся. Естественно, он говорит о лесе, в котором мы находимся, то есть контекст определяет это. Точно так же и Христос. Не значит, что Христос говорил о абсолютно всех зернах в мире, которые вообще существуют. Он говорил конкретным людям в конкретном контексте. То есть нет причин читать его так, словно он не говорит, что самое маленькое зерно среди всех зерен на всей планете и во всем мире. Это не то, что там говорится. То есть есть разные способы того, как мы можем прочесть, избежав ошибки. Но именно тот пример, который мы видели, оно показывает мышление Крейга и то, что он говорит. И это мышление многих сегодня богословов, к сожалению. Если можно, следующий слайд. Вот здесь на сайте Норман Гайслер отвечает Крейгу, потому что Норман Гайслер был одним из тех, кто был автором чикагского заявления о безошибочности. Крейг же в своих статьях ссылается на чикагское заявление о безошибочности, он говорит, я согласен. Что вот видите, вот это пример. Только вот те, кто составлял это чикагское заявление, они говорят, не, 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 не. И он говорит, комментирует то, что Крейг говорил о заявлении Христа о наименьшем зерне. Крейг считает, что скорее Иисус намеревается учить только о Царстве Божьем, а не том, что горчичное зерно самое маленькое. И безошибочность должна быть определяема в том, чему намеревается учить автор, а не в том, что именно он сказал. Это очень важно. То есть, видите, какая граница, да? Чему намеревается учить автор и что он сказал. И вначале, когда Крейг отвечал на вопрос, он сказал, что все, чему намеревался, или все, все, что, как он сказал, сейчас мы еще раз я вспомню, он сказал, что во всем, чему Библия учит. Ну, и мы можем сказать, что во чему-чему Ну, автор намеревался учиться, то есть учить это то, что, по сути, и имеет в виду Крейг, вот, и, ну, это не совсем так. И дальше тот же Гайслер продолжает. Таким образом, в отличие от корреспондентной теории правды, которая утверждает, что заблуждение, то есть заявление, не соответствующее действительности, это является ошибкой, то есть заблуждение – это ошибка. Интенциональный взгляд на правду, который предлагает Крейг нам, что интенциональный взгляд – это то, что автор его намерения, слово intention – намерение. Интенциональный взгляд на правду предполагает, что только неверные намерения являются ошибками, а не неверные заявления. То есть, если Христос намеревает учить нас, или он нас, его цель – научить нас духовным вещам, и в процессе этого он делает неверные заявления, то это не ошибка. Но это не честно на самом деле, потому что в действительности тогда в Библии есть ошибки, но мы просто так их обходим. И на следующем слайде, если можно на следующий слайд, здесь тот же Гайслер говорит, что в соответствии с библейским стандартом истины и ошибки подразумевается корреспондентная теория истин. То есть, то, что мы с вами говорили, что корреспондентная теория истины – это значит, что истина, или вот если заявление соответствует действительности, соответствует реальным фактам, а не просто намерениям автора. То есть, если автор заявил что-то, что не будет соответствовать реальным фактам, реальному положению вещей, то это будет ошибка. И вот здесь, в этой дискуссии о безошибочности, вот это понятие истины очень важно, оно одно из фундаментальных вещей. И вот такой есть еще тоже апологет, горе-апологет Майкл Ликона. И Ликона тоже не верит в безошибочность, но он говорит, что он верит в безошибочность. И очень много таких, как он. И меня это очень беспокоит, когда, допустим, тот же Шон Макдавелл или другие апологеты приглашают их к себе. Я не знаю точно, какой взгляд у Шона Макдавелла, Шон Макдавелл, это сын Макдавелла, который написал неоспоримые свидетельства, тот верит в абсолютную безошибочность. Но я не уверен, что его сын верит в это, потому что у меня есть большие сомнения по этому вопросу. Вот он Ликона приглашал и всех остальных. Поэтому берегитесь вот этих определений и вот этих тонкостей, где вот в эту тонкость она уводит человека в сторону. И если можно, следующий слайд. Это тоже одно из чикагских заявлений, стадия 6. И он говорит, что мы утверждаем, что Библия выражает божественную истину в утвердительных суждениях и так далее, и так далее. Но нас интересует самое последнее предложение. Те, кому интересно, вы можете зайти, прочитать все чикагские заявления в интернете, оно есть на русском языке. Последняя фраза. Далее мы отрицаем определение ошибки как того, что сознательно вводит в заблуждение. Они не просто так ставили эту фразу туда. Они понимали, что вот такие вещи, вот такие как Крэг придут, и они будут говорить о том, что автор не сознательно вводит на заблуждение. То есть, другим словами, он просто заблуждается, сам не зная этого, но он сознательно учит конкретно истине, а не сознательно где-то какие-то ошибки может еще иметь. Так вот, они вставили эту фразу для того, чтобы не дать возможности вот таким либеральным богословам присоединиться к действительно библейскому учению. И если можно дальше, следующая статья, следующий слайд, вот это есть как бы две части Чикагского заявления. Первое о безошибочности, второе о герменевтике, потому что проблема возникает в том, что некоторые богословы используют методы прочтения, или они ссылаются на жанры, которые сами в себе включают ошибки, как Майкл Эвеликона, например. И вот они говорят, мы утверждаем, что, как и вся Библия, текст книги Бытие с первой по одиннадцатой главы является истинным фактом. Мы отрицаем, что учение Бытие 11 является мифическим, а мы знаем, что Крэг считает, что Библия является мифоисторией, то есть в Библии, в Бытие содержатся элементы мифологии, то, в общем-то, каким образом Крэг соответствует вот этому стандарту, совсем непонятно. И что научные гипотезы о естественной истории происхождения человечества могут быть использованы для опровержения учения Писания. То есть они не согласны с этим, они отрицают это. То есть позиция Крэга совершенно никак не вписывается вот в это заявление, потому что герменевтика – это тоже была часть защиты от нападков на безошибочность. Потому что если вы говорите, что в Библии есть мифы, но мы должны использовать жанр, чтобы правильно понять это, то здесь есть доля правды. Но если жанр включает в себя ошибку, то уже этот жанр определён неправильно. То есть мы говорим о том, что исторические тексты должны читаться совсем не так, как, например, Псалмы, то есть аллегория есть и всё остальное. И вот то, что будут делать люди, отвергающие безошибочность, они будут пытаться вот здесь вот стереть границу и сказать, что вот это в тексте есть гиперболы. Ну, мы же тоже не читаем их дословно. Вот в тексте есть то, а вот есть мифы. И вот здесь вот они переходят границу ошибочности и безошибочности. То есть богословы очень многие, они очень ловко играют словами, поэтому будьте осторожны с этим. И последний слайд вот в этой части, если можно следующий, это вот то, что пишет Гайслер, отвечая Крейгу насчёт безошибочности. Таким образом, ясно, что вот это ICBI, это вот эта группа, вот это утверждение о чекарской заявлении о безошибочности, или вот эта группа соглашались с неограниченной безошибочностью. То есть, другим словом, что каждое слово описания является безошибочным. Противовес взгляду ликоны Крейга об ограниченной безошибочности. И поскольку неограниченная безошибочность была исторической позицией церкви, отсюда следует, что версия Крейга ликоны об ограниченной безошибочности не находится в согласии с исторической позицией церкви, а поэтому не является ортодоксальным. То есть, то, что говорит Гайслер, который является автором Чикагской конференции, Чикагского заявления, на которое срывается Крейг, якобы он в это верит, в него с ним соглашается, он говорит, что не-не-не. То, что говорит Крейг, ничего общего, или, в общем-то, ну да, ничего общего не имеет с тем, что говорит Писание, и вот с тем, что написано в Чикагском заявлении. То есть, в данном случае у нас есть, я сразу это увидел, когда я услышал заявление Крейга, когда я прочитал то, что он говорит, это ясно видно в его заявлениях, где он либо вообще порой выкидывает безошибочность Библии, либо он ее так описывает, что явно это не безошибочность, то есть явно оно дает, открывает дырку для ошибки, открывает место для ошибки. И меня критиковали, некоторые говорили, что ты неправильно понимаешь Крейга, что на самом деле Крейг верит в полную безошибочность. Он же сказал в интервью, или вот в том фрагменте, о котором мы говорили, он же сказал, он говорит, так что он верит в безошибочность. Нет, он не верит в безошибочность. И он отвергает безошибочность. И Гайслер это подтверждает, и другие это подтверждают, как и Ликона отвергает. То есть, друзья, то, что говорит Крейг о многих вопросах веры, оно весьма далеко от истины. И то, что он известный о Павлове сегодня, ну это, ну, в общем-то, ничего в каком-то смысле не значит, потому что Крейг очень часто защищает Бога, теистического Бога, не Бога Библии, а просто, что некий Бог существует. И на дебатах с Шоном Кэролом он защищал некого теизм, просто в целом, например, да, или в других дебатах, в принципе, вам можно не быть христианином и использовать многие аргументы Крейга вообще. То есть, я не говорю, что он не христианин, но человек, который отвергает безошибочность и то, каким же образом, как это делает Крейг, с такими людьми не должно быть единства, друзья, потому что эти люди, они приходят и приносят разделение нам, принося ложные учения. Таких людей должно обречать, и будьте осторожны с тем, что вы воспринимаете от Крейга, какие его утверждения вы воспринимаете, потому что многие из них содержат ложные предположения. Ложные предположения об истине, как мы сегодня, определение истинное, ложные предположения об учении Писания, когда он сжимает понятие безошибочности только к тому, что автор намеревается сказать, а не каждому слову, как и любой человек бы понимал. То есть, Крейг не верит в безошибочность Писания, поэтому, друзья, будьте осторожны.